Звездный городок. Инспекционный осмотр его территории провела глава государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева. Она проверила благоустройство по целому ряду позиций. Улицы, дворы, парковки, детские площадки, фасады зданий. Звездный сейчас имеет по этим позициям 16 место среди 21 в рейтинге надзорного ведомства. День для инспекционного объезда выдался весьма показательный. Снег и холост сковали даледью дороги и пешеходные дорожки. Для того, чтобы пройти по всем намеченным адресам, а их было более 10, необходимо было как минимум не поскользнуться. По поручению Татьяны Витушевой все замечания были внесены в протокол. Помимо этого она беседовала с жителями. Снег чистят все вовремя. Проблем нет. Ну а как вообще летом, благоустройством? Изменения есть положительные? Да. Вы видите, да? Конечно. Хорошо. Ну это приятно слышать. Чистота и порядок хорошо. Поддерживается, да? Хорошо. И все-таки без замечаний не обошлось. В отношении уборки улиц в том числе. Хотя одновременно проверка показала, что в Звездном городке существенно улучшилась ситуация с ремонтом дорог. Из положительного также было отмечено отсутствие рекламного мусора и малое количество объявлений. Несанкционированной рекламы такой сильной я не увидела. Далее дороги. Значит, здесь позитив есть, конструктив есть. Сделаны дороги и в большом количестве для Звездного городка, я имею в виду. Поэтому здесь как бы плюс. Но были и минусы. В ходе осмотра территории было замечено много автомобилей, которые стояли не на специально отведенных местах, а прямо на газонах. Замечены были и брошенные автомобили без опознавательных знаков. Проблема парковок в Звездном городке существует. Я даже хочу сказать, вот вы знаете, я уже три зато объехала, и здесь наиболее остро эта проблема стоит, потому что наибольшее количество машин среди всех зато, которые я видела. И все эти машины имеют обыкновение парковаться хаотично и где угодно. Глава Госадмотехнадзора области поручила провести инвентаризацию всех имеющихся игровых форм на детских площадках и взять на контроль приведение тех, что требуют ремонта, в безопасное для детей состояние. В целом же, самих детских площадок в Звездном городке явно недостаточно. Комментируя состояние объектов освещения, Татьяна Витушева отметила, что администрации ведется работа в этом направлении как по ликвидации неосвещенных зон, так и по состоянию самих фонарей, подсветки и иных объектов наружного освещения. Часть устаревших светильников заменены на светодиодные аналоги. Нет нареканий и по состоянию контейнерного парка Звездного городка. В ходе инспекционного осмотра Татьяна Витушева побывала также и на аллее космонавтов. Она отметила, что для Звездного городка, колыбели российской космонавтики, необходимо сделать все, чтобы существенно поднять благоустройство территории на более высокий уровень. Это видно по изменениям. Они начались, мне кажется, с большей динамикой, чем было это раньше, но еще до такого прорыва, вот чтобы, как в других зато, кстати, как в других зато, я пока, к сожалению, не увидела. Надеюсь, что после моего сегодняшнего приезда, все-таки вот этот вот импульс администрация получит, и мы уже будем видеть с вами какие-то более заметные изменения в этом Звездном городке. Андрей Цехадович, Александр Роджевский, телерадиокомпания «Щелково». Не трогайте. Не трогайте.